Сергей Хомбак работает врачом более 20 лет. Последние 10 он посвятил службе в выездной неонатальной реанимационной бригаде. Пациенты Сергея – это новорожденные дети с рожденными нарушениями здоровья. Это обычно недоношенные дети разных сроков недоношенности, которые имеют патологию легких, требующие респираторной поддержки. Для этого аппарат искусственной вентиляции легких у нас, замечающие дыхательные проблемы ребенка. Ну и разные врожденные инфекции. Выездная неонатальная бригада организована ровно 10 лет назад. Ежегодно она спасает жизни тысяч малышей. В ее составе два реанимобиля с современной начинкой. Помимо систем жизнеобеспечения, следящей аппаратурой и необходимых лекарств, машина-бригада оснащена мобильным приспособлением с автоматической подачей кислорода. К слову, транспортировка новорожденных возможна только в условиях комплекса. Подобные средства медицинской помощи не из дешевых. Цена базовой внутренней комплектации автомобиля составляет более 20 тысяч долларов. В рамках акции благотворительного социального проекта «Беларусьбанк. Вектор доброты» Гродненской областной детской клинической больницы финансисты бесплатно передали новый реанимационный комплекс на колесах. Жизнь человека, особенно ребенка, бесценна. Поэтому предложение, просьба помочь в приобретении реанимобиля мы не могли быть безучастными и правление банка приняло положительное решение. Я хочу пожелать, чтобы по большому счету реанимобиль находился больше в гараже, но вместе с тем при необходимости, я уверен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь тем, кто им нуждается. Гродненская медицина по праву считается одной из лучших в республике. Высококлассные специалисты, инновационные методики в лечении пациентов и, конечно, современное оборудование, которое помогает оказывать своевременную и эффективную помощь в случае необходимости. Продолжаем совершенствовать. Именно здравоохранение направлено на детство, материнство. Вот сегодня еще один шаг – это прекрасный подарок реанимобил. Я надеюсь, не последний. Ну а в планах у нас дальнейшее развитие здравоохранения, в общем-то, по пути совершенствования материальной базы. Это и технологии новые, это оборудование. В ближайших планах создание в Гродно онкологического центра, а в дальнейшем развитие медицинских учреждений в сельской местности. Дмитрий Акубовский, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова